Однажды у меня спросили, Марина, а зачем так сложно объяснять вот разницу между временами Ведь можно просто запомнить, что если в предложении есть слово уже, то используется время present perfect Друзья, конечно же в этом видео я рассказывала о разных нюансах употребления этих двух времен Кстати, если интересно, можете посмотреть этот урок, оставлю ссылку внизу в описании под этим видео Но и в том числе в этом видео у меня звучала фраза, что если есть слово already, то тогда будет использоваться время present perfect Например, я уже сделал домашнюю работу Действие произошло, неважно когда, главное, что есть результат, что работа сделана Поэтому в данном случае слово уже именно передает вот такую вот результативность к настоящему времени Друзья, ну вообще на самом деле слово уже, оно гораздо более многогранное, чем просто вот так вот связать слово уже и время present perfect Смотрите, в этом предложении есть слово already, но я его использовала совершенно в другом времени Потому что задумайтесь, по-русски слово уже тоже может использоваться в совершенно разных временах Ну просто у нас они выражаются не столькими многими способами, как в английском языке У нас просто форм не так много, мы одну и ту же фразу говорим на разные-разные ситуации А в английском языке разные ситуации будут передаваться разными видовременными формами Поэтому давайте разберемся, в каких случаях используется английское слово already А также, как оно используется в предложении, то есть где оно там должно стоять Здравствуйте, друзья! С вами Марина Оизерова, ваш преподаватель английского Давайте уже разберемся с этим коротеньким, но таким важным словом Готовы? Поехали! Я уже что-то сделал Вот мое предложение I have already eaten, например Действительно, слово уже может использоваться во времени present perfect В значении, что действие, давайте я вам нарисую Вот временная прямая, там будущее впереди, прошедшее В серединке момент речи И мы говорим, что к настоящему моменту я уже что-то сделал I have already done my homework или I have already eaten В данном случае уже нам будет индикатором, что уже это значит к настоящему моменту что-то сделано А вот теперь смотрите I am already doing it right now Я уже это сейчас делаю То есть, у нас будет с вами время Present continuous I am already doing Что-то То есть, на нашей с вами прямой, где now, это то, где я сейчас говорю Я буду говорить Я сейчас уже вот в процессе делания чего-то Я уже что-то делаю И в данном случае нам слово уже никаким образом не будет подсказывать, что действие завершилось или не завершилось Оно сейчас в процессе Слово уже ни на что, по сути, не влияет Давайте рассмотрим такую ситуацию Я жду тебя уже два часа Вот смотрите, здесь Я в процессе, да, и я тебя уже жду в процессе, но я уже прождал два часа То есть, сейчас Я уже два часа, то есть два часа назад Раз, два, вот здесь вот я начал ждать И вот я ждал, 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 ждал И в настоящее, в настоящее время я до сих пор вот продолжаю ждать То есть, здесь мне важно показать Что время у меня present perfect, потому что я уже прождал к настоящему моменту два часа Да, то есть мы говорим present perfect Но ведь я продолжаю ждать, я сейчас в процессе Значит, сюда еще надо увязать continuous И время получится present perfect continuous Хотя, опять, да, вот слово уже Не надо завязываться на слово уже в отношении времен Оно может использоваться в любом времени В каком вам только хочется Просто оно придает окраску, ту или иную окраску предложению Если я уже что-то сделал В принципе, можно без него обойтись, вообще без этого слова Но мы его вставляем Главное понять, куда его в предложении ставить Об этом мы сейчас поговорим Вот, present perfect continuous Как нам построить фразу предложения? Я жду тебя уже два часа Мы говорим, что present perfect надо сказать сначала А потом надо дать continuous И вот к основному, к смысловому глаголу Мы добавим continuous форму in А давайте вот такую ситуацию Например, я уже делаю упражнения каждый день То есть раньше я раз в месяц занимался спортом, допустим Потом я стала заниматься еженедельно А теперь я уже делаю каждый день Чем вам не предложение, да? Хотя там есть слово уже Но время будет Вы мне сами попробуйте сказать Если это регулярное действие, которое происходит каждый день Правильно, это будет время Present simple Present simple Ну что-то, да? I already do exercise every day Вот, то есть слово уже можно использовать в совершенно-совершенно разных предложениях Вывод какой? Слово уже может использоваться в абсолютно любом контексте В абсолютно любом времени Все зависит от ситуации Я уже делаю что-то Или, например, завтра к какому-то моменту К тому моменту, как ты придешь, например Да, я уже приготовлю ужин Но почему бы и нет, да? Даже в будущем времени Или, наоборот, в предпрошедшем времени Когда мы говорим, что Когда он пришел, я уже приготовила ужин Там тогда будет past perfect То есть здесь не нужно заморачиваться И придумать себе сложности Если у вас есть слово уже в предложении По большому счету, это ни о чем не говорит Да, когда мы рассматриваем Что нам надо использовать Past simple или present perfect Действительно, на слово уже можно ориентироваться Потому что, как правило, либо мы называем конкретную дату Или время, когда что-то произошло Сделал вчера, да? Тогда это будет past simple Либо мы говорим, я уже сделала И предполагаем, что вот это уже нам подсказывает Что главное, что к настоящему моменту что-то сделано Поэтому в данном случае на слово уже Мы немножечко опираемся Для того, чтобы нам понять конкретно это время Или просто уже что-то к настоящему моменту сделано То есть есть результат А так это слово может использоваться Абсолютно разных временах Обязательно прямо сейчас подпишитесь на мой канал Почему? Потому что вслед за этим видео У меня выйдет видео с практикой Вот на эту тему Как использовать уже в разных временах Будем с вами прямо практиковаться Практический урок будет И чтобы его не пропустить ни в коем случае Обязательно прямо сейчас Подпишитесь на канал И включите уведомления о новых видео А теперь давайте посмотрим Как слово уже используется Какое место оно занимает в предложении Конечно, ситуации бывают разные Времена разные образуются по-разному Да, как мы уже с вами увидели Где-то одни вспомогательные глаголы Где-то другие Но тем не менее Можно просмотреть Кое-какие закономерности Смотрите Вот такая схема Сначала идет подлежащее Кто делает действие? Я Дальше у нас Все зависит от того Есть ли там вспомогательный глагол Или там только один смысловой глагол Если вспомогательного нет То тогда вот так Вы делаете Вы говорите Я уже делаю зарядку каждый день Как это у нас было в случае с present simple Там у нас не было никаких вспомогательных глаголов И мы использовали просто слово уже после подлежащего Оно встает между подлежащим и глаголом Исказуемым Так как бы Теперь Что делать, если у нас есть вспомогательный глагол? Ну вот давайте стандартный возьмем легкий пример Я уже что-то сделал Там у нас будет вспомогательный глагол Have А потом еще есть смысловой глагол То есть как бы основной Который уже обозначает что сделать Так вот сначала вы используете подлежащее Потом вспомогательный глагол Вот я его здесь написала Потом ваше слово already А потом смысловой глагол I have already eaten Понятно, да? Конечно, там могут быть Вот, допустим I am already doing something Или вот здесь Если их несколько Вот как в данном случае То тогда все равно После первого вспомогательного у вас будет I have already been waiting for you 40 hours, да? Вот, вот такая схема Это была схема В утвердительном предложении Про отрицание и вопросы Мы поговорим как раз таки На нашем следующем практическом уроке Обязательно приходите Отследите, чтобы вы не пропустили Практика это очень важно Практика это даже важнее Чем теория в английском языке Да и в любом занятии Ну что ж, друзья Вот такая получилась тема Слово, которое очень много вопросов побуждает Но, тем не менее, все вопросы просто отпадают Потому что слово как слово Главное понять, как его правильно использовать А использовать его можно где? Да везде Вот, теперь мы с вами с этой темой разобрались Обязательно приходите на практическое занятие Не пропустите его С вами была Марина Озерова Ваш преподаватель английского языка Обязательно ставьте лайк этому видео Если вы тоже разобрались с этой темой И вам этот урок оказался полезным До новых встреч До практики